Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине. Ознакомлю, что пишут украинские издания, покажу на карте, где происходят основные события. В СУ закрепились на левобережье Херсонской области. И вот, сейчас я вам покажу на карте, это тут вот Херсон, Олежки, вот здесь в СУ. Пытается как бы закрепиться, продвигаться вперед. На левобережье Херсонской области сейчас продолжается контрбатарейная борьба. В СУ пытается вычистить определенную территорию. Об этом заявила Наталья Гуменюк. Мы бы тоже очень хотели там закрепиться и чувствовать себя мощно. На самом деле сейчас идет там контрбатарейная борьба. Такие сообщения, которые бегут впереди наших сил на левый берег, нам очень вредят, заявила Гуменюк. Она добавила, что на самом деле ВСУ пытается вычистить ту территорию, которая потом может быть освоена силами без угрозы для жизни воинов, которые эти позиции будут занимать. Ну вот пытается, да, ВСУ, судя я вижу по картам, и здесь как бы начать наступление. Обязательно, я думаю, надо было десант здесь пытаться высадить и с этого направления идти. Но видите, здесь все застопорилось. Орехов гуляя поле, продвижение практически там 500 метров в день. Максимум километр. И то вот я вижу синий-красный, мне говорят, значит не идут бои. А здесь, да, в Херсоне пытаются, но тоже пока идет контрбатарейная борьба. Эксперт заявляет, что Допорожский фронт РФ на грани обрушения. Но это рано говорить об обрушении этого фронта. Говорю, пока... Когда обрушится тогда, когда уже Токмак, Пология, Михайловку, тогда в ВСУ войдут, это называется обрушится. Это уже стопроцентно тогда. А сейчас пока еще рано говорит. Ну и вот пишут, что скоро ВСУ понесут сюрприз россиянам. Об этом заявила Юлия Латынина. В общем, они, ВСУ сейчас, Зеленские, командование ВСУ ждут американских дальнобойных ракет. Атакамс. По поводу... Сейчас уже ходят настойчивые слухи. Власть США в очередной раз увидели, что диктатор РФ не договоренно способен. Не собирая идти на мир, заключать с Украины. Это значит, Вашингтон в очередной раз будет поднимать ставки, здесь пишут. Сейчас, что она говорит, вся надежда была на эти американские ракеты дальнобойные, больше 300 километров. И с помощью этих ракет ВСУ смогут прорвать Южный фронт. Вероятность того, что Путин, там, власть Путина падет в России гигантская. Власть Путина настолько слаба, что она держится на одном, типа, человеке, силовике и армия, которые готовы перехватить власть. Есть конкурент у него сейчас во власти. Не хотят брать на себя ответственность за проигрыш в войне и ждут, пока у Путина рухнет фронт. В общем, все ждут, пока у Путина рухнет фронт. Вот если бы ВСУ прорвали фронт где-нибудь, вот на Мелитополь, и все, тогда бы в Кремле, там началась бы паника, что, мол, все, мы войну проигрываем, надо срочно смещать Путина. Но, видите, сейчас эти российские оккупанты обстреливают калибрами, Одессу обстреляли, и у них есть дальнобойные эти ракеты. Они выпустили 19 ракет, вот по последней информации, и из них сбили тут всего лишь, что ли, 9 штук. Видите, у России есть эти ракеты, они могут с помощью этих калибров, вот, выходит Черное море и продолжает наносить удары по Одессе, по другим городам. Так, а вот, понимаете, у ВСУ сейчас нет такого вооружения, чтобы дальнобойных ракет. И вот сейчас такая информация, что США пока не будет отправлять эти Украине ракеты Атакам с названной причиной. В общем, американцы не хотят победы в ВСУ, я вам говорил, пытаются, чтобы ВСУ воевало, убивали друг друга, они будут ракеты продавать другим, зарабатывать миллиарды долларов на этом. Понимаете, американцам говорю, сейчас очень выгодна эта война. Пока русские украинцы здесь убивают друг друга, утилизируют, как говорят уже, день по 500 человек гибнет. Американцы видят, они продают оружие странам НАТО в огромных количествах, на миллиарды долларов. А вот Украине не хотят продавать. А зачем? Украина победит Россию здесь, и все, и война закончится. И вот, они пишут, что да, мы не намерены продавать эти ракеты Украине, Атакам пишет Вашингтон пост. И уже заявляют в Пентагоне о нехватке запасов, и что Украина на самом деле не нуждается в ракетах большой дальности. Понимаете, вот пишут, Пентагон считает, что у Киева есть другие, более насущные потребности, чем Атакам. И опасается, что отправка в Украину достаточного количества оружия изменит ситуацию на поле боя. Серьезно подорвет, типа, США и, в общем, другим конфликтам. США, это сами конфликт организовали с помощью Путина и Зеленского. И теперь они не хотят продавать Украине оружие, как бы помогает Путину, чтобы больше ВСУ солдат гибло. А Атакамцев, это производят они 500 штук в год. Где-то у них сейчас уже есть минимум 4000 единиц. Могли бы уже 500 подбросить, и ВСУ бы уже намного увереннее чувствовали, прорвали фронт этими ракетами. Все ждали, что они помогут, и ВСУ будет побеждать. Но американцы говорят, не, ребята, мы не будем ничего вам поставлять. Вы сами с автоматами, с пулеметами, там, своей артиллерии стреляйте, воюйте, убивайте. А зачем вам дальнобойные? А вдруг вы начнете там все обстреливать, уничтожать российские эти центра, эти базы их? Не-не-не-не, это нам не надо. Вы воюйте тут год-два, а лучше пять. Мы будем миллиарды долларов на этом зарабатывать. Ну вот еще хорошо, что страны НАТО эти, европейские, поставили очень много антиллерии, ракетных войск. Ну, не дальнобойное такое. И ВСУ за счет этого уничтожили 90% российских оккупантов. В общем, вот, последняя информация. 242 тысячи уже. Вот в основном это все уничтожила антиллерия. Антиллерия. Хорошо, что страны НАТО, не американцы, это в основном здесь, эти все Англия, Германия, поставляли вот эту антиллерию, ракетные войска. Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам мы скомбинировали и создали дальнобойный огневой кулак, который бьет настолько мощно и точно, что россияне уже не могут ввести с нами действительную контрабатарейную борьбу, заявили представители ВСУ. Он добавил, что террористы постоянно адаптируются, придумывают новые способы метода огневого поражения, совершенствуют оружие, боеприпасы и навыки. Молодцы, ВСУ очень хорошо воюет. Груем не хватает авиации, вот этих F-16 и этих атакамсов. Вот, они вообще бы разбомбили, я думаю, все этими ракетами, всей базой и авиация. Американцы не дают. Вот, не дают и все, и не хотят. Вот так вот, видите. А этими артиллерии только можно уничтожать, но наступления никакого нет. Говорю, вот нет современного оружия, которое могло переломить этот ход. И Зеленский говорит, дайте нам, дайте. Мы победим. Не, не, не. Зачем вы будете побеждать Россию? Это позор. Это как? Это маленькая Украина победит Россию. А потом что? Американцы будут, как сказать, виноваты. Типа, в общем, все. Так что, вот еще потери армии РФ. Последняя информация. 600 рис. Я говорю, в день 500-600 человек, это россияне точно гибнут. Вот информация. Украинцы, может, сейчас стали тоже много гибнуть, потому что пошли в наступление. Где-то примерно такие же цифры, думаю. Танки плюс 11, БМП, БТР плюс 9, альтериерии 29. Самолеты и вертолеты россияне сейчас хитро не стали в зону действия запускать, их сбивают сразу. Они просто на расстоянии, если атакуют ракетами, потом и уходят сразу же назад. Потому что знают, что их в СУ есть очень хорошее сейчас это ПВО и собьет. Беспилотников плюс 14. Говорю, вот потери армии РФ на 23 июля. Говорю, уже 245 скоро, 250 тысяч скоро будет. Вы представляете, это такое убитыми. А умножаете на 3 ранеными, это еще 700 тысяч. Я говорю, это уже инвалидов, коллег всяких там прострелянных, самострелянных, уже раненых, убитых, миллион. Уже паника в России, понимаешь, что-то тут нам информацию неправильную российскую, потерь нет. Вот, скоро уже кладбище будет все заполнено, уже понимают, что не хотят гибнуть. Но идут бараны на фронт и там гибнут. Так что, я говорю, это война надолго. Прогнозировали эту последнюю информацию, что, мол, в этом году кончится, ни хрена она не кончится. Все уперлись, все хотят победить. Путину нельзя проигрывать, его сразу скинут. Если в СУ сейчас пошли бы на наступление и дошли бы до Крыма, вот сюда, все. Путина сразу бы сбросили, там уже сказали, все, он проиграл войну. Видите, ему надо по-любому утилизировать россиян. А Зеленский все, тоже ничего не может. Так что, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.